И всем привет, ребят! С вами Стрыванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очередному открытию ультраконтейнеров. На предыдущем открытии ультраконтов вы набрали довольно хорошую, замечательную активность. И у нас на подходе следующий аккаунт. Это без доната. Это тот самый аккаунт, на котором я старался выполнить все абсолютно миссии, которые у нас были на протяжении ивента, посвященному дню рождению танков. Поднялся уже до целого генерала. Потихонечку прокачиваю вооружение. Кто знает, кто смотрит стримы, тот видит, как по МПКшкам все у нас происходит. Набил уже 635 тысяч кристаллов. Ну и заформил, как я уже сказал, целых 39 ультраконтейнеров. Сегодня вместе с вами мы их откроем. На основочке было чуточку побольше. Я в том видеоролике сказал, что у меня здесь на бездонате тоже около 50. На самом деле, как вы видите, немножечко приврал оказалось. Чуточку меньше. Всего лишь 39 контейнеров. Но это довольно-таки приятное количество ультраконтов. И я думаю, что с этим количеством на том аккаунте, на котором в гараже у нас имеется очень большое количество разных устройств, которых у меня нету, и красок, и всего прочего, нам должно сегодня реально, ну, дропнуть хотя бы парочку-тройку интересных свечений. Если, конечно, выпадет какое-нибудь красное, и это красное будет еще и какое-нибудь там, я не знаю, устройство жесткое, или там броненосец, или еще что-то в этом духе, то я буду вообще в шоке, потому что на основе мне что-то подобное не падает. А если и падает, то крайне-крайне редко, и то это были там какие-то ультра-скины, или прайм, я не помню, если честно. Но, в общем и целом, ничего сверхъестественного и смыслового мне не дропало. То есть, если дропало, то какая-то шляпа. Если здесь на мульте дропнет что-то реально крутое, то будет, с одной стороны, прикольно, круто, а с другой стороны, грустно, что на основе все-таки не дропает. Ладно, у нас есть 39 контейнеров, и потихонечку будем открывать, открывать будем, как всегда, по единичке. Здесь я думаю, что я стабилен уже на притяжении, наверное, последних 10, может даже 15 открытий, и даже не экспериментирую там с поочередным открытием, там, пятерки или единички, единичка, пятерка. Там может где-то даже думать о пятнашке. И все стабильно, только по одному. Я даже и не думаю о открытии контейнеров каким-то другим способом, поэтому мы стартуем. 3.501. Второй красный! Ну, боже, ну, это жесть. Просто второй красный, и это гаусс. Это гаусс... Гаусс с цветом. Второй контейнер. Красное свечение. Я в шоке. Боже, ну, шанс какой-то бешеный. Я не знаю, что говорить по этому поводу, но это очень дико. Это очень дико, это очень неожиданно. Если бы сейчас еще бы, я бы увидел бы что-то жесткое, да, не гаусс, а увидел бы, ну, как я уже сказал, там, броненосец или кризис, это было бы вообще жесть. И это был второй контейнер. Второй! Второй! И сразу красное свечение. Белое третье. Четвертый. Галды. Пятый. Двойной урон. Шестой уже фиолетик. Фиолетик лазурь падает. Очень неплохо, пока по свечениям дропает, но по предметам я бы не сказал, что сверх круто, кристаллы мне нужны на этом аккаунте. Если бы, например, бы там, лямчик падал бы с ультракантов, было бы тоже неплохо. Десяточка сверху, 3500 добавки, очень неплохо пока что смотрится. Ну и после красного свечения ожидать что-то сверх крутое, наверное, уже не стоит, но падает фиолет. Это подарочная упаковка. Десять тысяч кристаллов вдобавок летит. Пятьдесят батареек. Сто двадцать пять ускорений. Сто двадцать пять ремочек. Тиняя лава. К слову, посмотрим, премка дропнет или нет. Три пятьсот. Золотое. Ну здесь красок очень много. А падает блондербаз! Боже! Там такой шанс выпадения разного дропа. А падает на молот блондербаз у меня ни на одном АКЕ. Ну я, честно говоря, особо нигде еще не открывал ультраконтейнеры, которые у нас были, да? На основе только открывал. На основе нету такого устройства. Здесь дропает, и это, скорее всего, знак, что на этом аккаунте придется качать молот. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Хотите ли увидеть на этом АКЕ молот? Если да, то надо будет выкачивать. И покупать МК-восьмерочку с блондербазиком красивую. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь блондербаз падает. Я просто в шоке. Еще и красное свечение, да? Ну что-то невероятное. 3 500. Сверху 125 мин. 125 урона. Вот вам единичка, да? Кто там говорит, что надо по 5 там открывать еще по чем-то, да? Защита от заморозки на диктатор. 125 повышенного урона. Япония красочка. 10 тысяч кризисов. Очень неплохо, когда падают кристаллы. Я даже рад больше, чем к равенному свечению. Ну ладно, это я шучу. Фиолетовая пластилин краска. 10 тысяч кристаллов сверху. 125 двойного урона. Еще фиолет. Боже, сколько свечений. Краска 450 нанометров. 125 двойной защиты. И это все. Если посмотреть по свечениям, это просто жесть. Это просто жесть. Сколько всего надропало, но упало очень много красок. Но... Блондербасик увидеть? С 39 контейнеров еще увидеть красное? Это, конечно, очень-очень жестко. И еще ко всему прочему, плюсануть больше 50, даже где-то около 70 тысяч кристаллов. В целом за 39 контейнеров, ультраконтейнеров, прошу заметить. Я считаю, что это самое жесткое открытие, которое когда-либо у меня было. Да, определенно лучше. Я не помню, чтоб не дропало. Да, вот после красного я думал, что уже все. Там как бы стопэ будет. И там начнут уже падать какие-то белые, 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 зеленые, белые, 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 зеленые. Но мы увидели и прилично большое количество фиолетовых. С синих пару-тройку устройств на корпус. Но это ладно, это защита, это в принципе пофиг. Ну и с легендарочки золотого блондербасик. Я точно не ожидал его здесь увидеть. И это знаковый момент. Мне интересно только, какой прокачки у меня здесь молот. А молот у меня здесь МК-1 показывает. Но это грубо говоря он даже не куплен, я так понимаю, да? Грубо говоря у меня... Да, у меня молота нет. У меня нет молота. Но у меня на него уже есть супер крутое устройство блондербаса. Так же самое и гаусса нет. Но на него есть один единственный эффект выстрела. Фиолетовый жесткий. Блин. Ну это конечно дропнуло. Что касаемо прокачек по аккаунту, вы все видите сами. 5 часов у нас становится уже жижечка МК-7. На маршале мы ее забираем. Так же докачивается Твинс, докачивается... Ну ладно, это прокачивается, можно так сказать. Дальше Фриз. И так же докачивается у нас Викинг. И потом ставится уже все дело на последний шаг. Я пока что притормаживаю максимально жестко по званию на этом аккаунте. Дабы все успеть докачать. Потому что звонка летит максимально быстро, если играть в матчмейкинге. Или играть, например, в спецрежиме, который сейчас у вас по ЖГ имеется. И хочу за эти два дня также на этом аккаунте успеть добить челлендж. У меня, как я посчитал, в принципе это должно получиться. Осталось 700 звезд. Но при том, что у меня есть еще два недельных задания. Которые я по идее уже в ближайшее время выполню. То в сумме мне должно хватать этих двух дней, чтобы челлендж пройти. Как-то так, друзья. Я в шоке. Просто в шоке от такого открытия на бездонате. Пишите, что вам дропают с ультраконтейнеров. Мне будет тоже интересно посмотреть, почитать, что вам дропнуло с них. С этого ивента. Возможно, кто-то уже писал по этому поводу под видосом. На легенде, где я открывал тоже ультраконтейнер. Но если не писали или писали, тоже все равно можете сообщить информацию. Что вы думаете тоже по этому поводу. И по молоту. Прокачиваем, не прокачиваем. Это очень важный момент для этого аккаунта. Вот так вот дропают с ультраконтейнеров. Очень крутые ништячки на бездонате у нас. Поэтому поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Продолжение следует.